В регионе продолжается новогодний благотворительный марафон. В рамках республиканской акции «Наши дети» Петриковскую специальную школу-интернат для детей с нарушениями речи посетил заместитель премьер-министра Владимир Дворник. Он обратил внимание, что после масштабных недавних преобразований Петриков стал неузнаваем, и в частности школа-интернат. Например, после ремонта в учреждении появился компьютерный класс, обновлены пищеблок, мебель в классах, благоустроенная территория. Воспитанники школы пригласили почетных гостей на новогоднее представление. Владимир Дворник вручил школьникам сладкие подарки, пожелал им радости и счастья, здоровья и успехов. Благотворительную акцию «Наши дети» в Гомельской области продолжил министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимир Ващенко. Он вместе с руководителями территориальных управлений и учреждений образования МЧС приехал в гости к будущим спасателям, учащимся от специализированного лицея. К торжествам подготовили тематические фотозоны, посвященные органам и подразделениям по чрезвычайным ситуациям страны. Лицеисты пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах, представили новогоднюю сказку. По завершении программы Владимир Ващенко вместе с руководителями территориальных управлений и учреждений образования МЧС поднялся на сцену, чтобы поблагодарить за яркий концерт и поздравить с наступающими праздниками. В рамках акции «Наши дети» в регионе прошел впервые областной новогодний бал для учащихся. Среди них школьники старших классов, учащиеся в учреждении профессионально-технического, среднеспециального образования, студенты вузов. Каждый из них достиг определенных успехов в учебе, творческой, общественной деятельности, на спортивных аренах. В танцы закружились 40 пар. Прекрасные дамы и галантные кавалеры на балу смогли прочувствовать атмосферу XVIII-XIX веков, которую передавали звуки полонеза, вальса, польки. Белорусская делегация во главе с председателем Гомельского облсполкома Геннадием Соловьем на этой неделе посетила Кировскую область с Российской Федерацией. Как отмечено, в ходе визита существует немало резервов для развития двухсторонних отношений. Речь в первую очередь о таких сферах, как АПК, строительство, ремонт дорог и лесное хозяйство. По итогам встречи подписан протокол, на основе которого будут строиться дальнейшие взаимоотношения.